Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Друзья, братья и сестры, всех приветствую, кто сейчас онлайн. Ну и тех, кто потом уже в записи посмотрит эту трансляцию. Я веду сейчас трансляцию на ютубе, на своем канале и на фейсбук, на основной своей странице. Сергей подключился до Кучеренко, я вижу, Курченко. Вот, друзья, кто подключился, всем шалом, всем мир, божий, благодать, благоставляю всех вас. Вот, и сейчас у меня такие приготовления. Вот, сегодня завершается 13-е число месяца Ниссан, и начинается известная, самая известная, наверное, самая известная день из Библии. 14-е Ниссана. Много прекрасных, удивительных дат в Библии, но 14-е Ниссана, это 14-е Ниссана. Эта дата стоит всегда особняком, это дата Великого Исхода. Да, сейчас опять облачно, да, привет всем из Киева, кто подключился, приветствую всех из Киева. Вот, и у нас сегодня было солнышко, а вот сейчас опять облачно, хмарно, но ничего. Если будет сегодня, ну, облака разгонят ветер, то мы сегодня полюбуемся полной луной. Сегодня и завтра мы любуемся полнолунием, да. Но здесь, в этих широтах полнолуния, оно не такое яркое, вот, хотя, да, бывает и в Украине, особенно летом, яркая луна, нич, нич такая, месячная, да, вот, и есть, но на Ближнем Востоке, вообще, вот, в тех африканских широтах, да, Египет, Израиль, там как раз полнолуние месяца Ниссан самое яркое и самое красивое. Вообще, месяц Ниссан, он в Библии называется еще по-разному, да, ну, мы обычно знаем из Библии, как месяц Ниссан, вот, но также он называется месяцем Авиф. По-русски, значит, весна, месяц весны, вот, или буйство весны, как бы весна в своем соку всем, да, весна идет, весне дорогу, вот, и, или же в Библии называется этот месяц просто, бывает, первый месяц, месяца первого месяца, да. То есть, и когда пишется, что первый месяц, то мы понимаем, что идет речь о месяце Ниссан, почему, о месяце Авиф, почему об этом месяце, мы понимаем так, потому что сам Бог Всемогущий, накануне того великого события, накануне того, как Он вывел нас из Египта, Он повелел, чтобы месяц сей был у нас начало месяцев года. Благостави благоставение Божьи, да, Синах, Хидает, да, вот, я не знаю, кто, короче, всех, кто подключился, всех приветствую, всем шалом, всем мир Божий и благодать, Аллилуйя. Вот, приветствую на Ютубе всех подключившихся и всех подключившихся, значит, на Фейсбук, на своей основной странице, сегодня начал тоже трансляцию. У меня здесь есть плод виноградной лозы, да, значит, вообще, пасхальный седр, это, конечно, отдельная тема. Я, значит, буду на протяжении и Пасхи этой, и всей недели опресночной, буду говорить о пасхальном седре, буду говорить вообще, ну, тема Пасхи, тема Пасхи, тема Исхода. О, спасибо тебе, Господь. Сегодня вечером начинается 14-й Несана. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Когда Бог 3331 год тому назад, когда Он вывел нас из Египта, когда Он совершил это великое чудо, да, это было бы как раз вот в этот день, в эти дни, в это время года, да. И Бог совершил казни. Я вообще планирую вот и сегодня, и завтра перечитывать книгу Исход как раз. И здесь просто, ну, скажу так, восторг, восторг действительно вот этим чудом. Тем более, что ведь понимаю, что Бог наш, Он и сегодня тот же самый, Он и сегодня тот же. Ведь, читая об Исходе, мы читаем не просто о событиях давно минувших дней, не просто о том, что было когда-то. Нет, мы читаем и о том, что есть сейчас. Потому что Исход продолжается, Исход, Великий Исход, даже еще более величественный, нежели тогда, произошедший 3331 год назад. Я хочу вспомнить сегодня, этим вечером, в начале 14-го Ниссана, хочу вспомнить те события, которые произошли не только 3331 год назад, но и без малого 2000 лет тому назад. Потому что Великий Исход, он для нас приобрел новое звучание 2000 лет назад, в 30-м году нашей эры. Скоро будет, уже скоро, совсем скоро, 2000-летие со дня вот того великого события, которое изменило весь ход мировой истории. Действительно, это великое чудо. Вот, и сегодня я уже вспоминал, и на утренней трансляции, и завтра буду тоже на утренней трансляции продолжать говорить об этом. Вот, и сегодня вечером хочу снова вспомнить об этом, что о том последнем пасхальном обеде Ветхого Завета, и первом пасхальном уже обеде Нового Завета. Да, это был последний пасхальный обед Ветхого Завета, на котором произошло событие, которое сделало его первым пасхальным обедом уже Нового Завета. Нового Завета. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресна, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Боже, благослови Господь этот вечерний эфир. Благослови Господь окончание, завершение этого дня и начало уже нового дня. Дня 14-го Ниссана. Дня воспоминаний Великого Исхода. Исхода из Царства Тьмы. Исхода из Египта. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо. Братья и сестры, благословляю всех вас. И сегодня я хочу говорить тоже и о Седере. И вот вначале прочту из сейчас Писаний, из Второзакония вначале прочту. Несколько таких строк из Писания прочту сейчас. Из Посланий, из Второзакония, 16 глава, начало. Самое начало 16 главы, первых 4 стиха. Почитаю сейчас. Можете это тоже посмотреть у себя в Библиях. Второзаконие, 16 глава. Да, шалом, хак, песех, сэмэх, шаббат, шалом, пастор, человек божий. Ну, оно как бы не шаббат, но все равно приятно. Значит, это, ну, тоже шаббат, можно сказать, выразиться, да, в таком смысле. Что это здесь праздничная дата такая, праздничный покой такой, да. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Вот, то есть, в книге «Исход» говорится о маленьких ягнятках, это было разовое такое повеление, там, брать годовалых этих ягняток, значит, или же от овец, или же от коз. Можно козленка было брать, допустим, да, и мазать косяки было. То есть, ритуально обескрабливать, сливать всю кровь, но не на землю сливать ее, а сливать ее, ну, в посудину, и потом мазать все эти косяки, вот, дверей, вот, и потом печь на углях, ну, проще говоря, шашлык, шашлык, вот, и все это съедать надо было. Вот, и, но здесь уже говорится о разных животных, и из мелкого, и из крупного даже скота написано. То есть, ешь много мяса, получается, да. Не ешь с ней квасного, то есть, без дрожжевого только, да, вот, квасного, только маца, опресники. Семь дней ешь с нею опресники, хлеба бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской. Дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении семи дней. И из мяса, которое ты принес жертва вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Да, та жертва первая, съедали ее быстро. До утра ничего не оставалось. Вот, и читаю из книги Исход, девнадцатая глава. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Вот почему я говорил, да, что Авиф, Ниссан, он первым называется также в Библии месяцем. «Скажите всему обществу сынов Израилевых». Да, мы исчисление лет, я напоминаю, ведем месяцев и лет, ведем от сотворения мира и от исхода. Получается у нас такой двойной календарь, ну, как бы основных таких два календаря. А так еще есть много других разных интересных вещей, вот, в календарных. Да, есть гражданский календарь, допустим, по которому мы живем, да. Вот, и Новый год и исчисление лет от сотворения мира мы ведем до, согласно Библии, на дворе, пять тысяч семьсот семьдесят девятый год. Вот, и осенью мы, вот, празднуем Йом Труа, библейский праздник, да, Роша Шана, это новолетие, Новый год. И второй, получается, Новый год, да, у нас и отчет месяцев, годы и отчет лет от нашего исхода. От нашего исхода три тысячи триста тридцать первый год наступил, да, значит, слава Богу. Спасибо тебе, Господь, за эти события. И от исхода отчитывать от Пасхи, до Пасхи, вот, наши лета, да, то мы с весны начинаем, конечно же, весенний отчет, с месяца Ниссан. Вот, так что написано дальше. Скажите всему обществу, сынов Израилевых, в десятый день сего месяца, ну, вот, в субботу мы как раз в прошлое об этом говорили, да, кто подключался к эфиру. Пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, ну, допустим, муж и жена только, допустим, да, вот, молодая семья. Им есть, есть, они не съедят просто, целое животное. А что добро пропадать-то продукты? То пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому его, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресными хлебами и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. И день памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня. Уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно то можно делать вам. Наблюдайте опресники, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества Израилевых, пришлет кто или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху. И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет. И сделался великий вопль египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал Моисея и Арона ночью, и сказал им, «Встаньте, выйдите из среды народа Моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благоставите Меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, «Мы все помрем». И вынес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилева по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправили сыны Израилевы из Рамсеса в Саххоф до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господней из земли египетской ночью. «Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Эта самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их». «И сказал Господь Моисею и Арону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее, в одном доме должны есть ее, не оставлять от нее до утра и не выносить мясо вон из дома и кости ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если кто поселец у тебя, пришелец, и захочет совершать Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет у вас и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». «Аллилуйя! Слава тебе, Господь!» Да, друзья. И сегодня начинается Пасха Господня. Сегодня вечером начинается новый день. 14 число месяца Ниссан. Когда все это происходило? При наступлении 14 дня Ниссана вечером совершалась Пасха Господня. И в традиции, современной традиции, и в той 2000 лет назад существовавшей традиции, которые придерживались в основном иудеи, в следующую ночь, с 14 на 15 Ниссана совершается ночь бдения. Но Иисус совершил ее, как и совершали Иесеи, в последнюю ночь, когда Он совершал ее. Он совершал ее, как Иесеи совершали, так как и совершалась она издревле. То есть при наступлении дня 14 Ниссана. То есть в эту самую ночь. Именно в эту ночь. И поэтому получается так, что Иисус, Он заранее, раньше, чем, ну, 99% и 9 десятых всех иудеев того времени, раньше Иисус совершил, чем все остальные. Так что, друзья, и обрезание, обязательно, помните, да, говорится, что только обрезан человек кушает Пасху. Вот, сегодня наше обрезание, это сам Господь Иисус Христос. Это обрезание духовное. Обрезание в духе и в истине. Обрезание Христова, называется, обрезание Христова. Для всех и вся, для всех и каждого верующего. Вот, и, конечно, говорится о закваске. И буквальное объяснение есть, и духовное объяснение есть. Буквальное, да, что мы переходим на, значит, с сегодняшнего дня, переходим на, вот, на опресноке. Будем кушать мацу, хрустеть мацой. Да, всю неделю. Вот, значит, хамец, как говорится, капец. Все, больше не будет заквасного у нас. Вот, я все, все оставшееся, что у меня было здесь, значит, вот, у меня здесь вот хамец. Да, я еще вынесу во двор как раз. Вот, но я птицам отдам. Пусть голуби, поедя, все это. Голубь, как говорится, тоже человек. Тоже есть хочет. Значит, одним словом, всем, у нас всю неделю одни опресноки. Маца, 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 маца. И кушаем мацу, хрустим мацой, и все едем с мацой. Мясо, горькие травы. Вот, и сладкое тоже, тоже с мацой, да. Я люблю с вареньем, с медом мацу тоже. Классно получаются вещи. Вот, значит, и у меня еще метка немного осталась. Чуть-чуть как раз вот на Пасху хватит. Растяну удовольствие. Вот, значит, но самое главное, самое основное, что в эту Пасху о чем хочу порассуждать, это события, даже не те древние вот события, 3331-летней давности, события почти двухтысячелетней давности. В 30-м году христианский мир отметит уже двухтысячелетие со дня утверждения Нового Завета. Двухтысячелетие Нового Завета. Даст Бог живы, здоровы будем, Богу будет угодно, то в 30-м году планируем провести Вселенский Собор. Вот, об этом как раз вот я, в общем-то, и у себя в церкви говорил, вот, и говорю, вот, и Вселенский Собор, то бишь, Общехристианский Собор. Понимаете ли, был Всеправославный Собор не так давно, вот, но он получился такой, что курум на смех. Ждали больше тысячи лет, а получился как вот холостой выстрел какой-то. К сожалению, ничего серьезного так и не прозвучало на Соборе. Молились мы, конечно, я переживал очень сильно по этому поводу. Шалом, пастор Сергей, и весь народ Бога Всевышнего благослови, Аллилуйя. Да, есть Соборы протестантских церквей, есть Соборы католические Соборы, это, безусловно, там, вот, чего стоят, там, допустим, там, Вселенские Соборы католические, последние эти, вот, Первый Ватиканский, Второй Ватиканский Собор, который был после Второй Мировой войны. Вот, но, я молюсь о 30-м годе, молюсь о всехристианском, общекристианском Соборе. О подлинном Вселенском Соборе, молюсь, и молюсь, чтобы это был действительно такой экуменический Собор, Собор общихристианский. И православные, протестанты, католики, разные ветви христианства, большие, малые секты, конфессии, деноминации, организации, юрисдикции, и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть, для всех, для всех, потому что, собственно, Собор, на Соборах могут звучать очень разные темы, но здесь дозвучат, пусть будут оглашены, именно темы общехристианские, действительно, глобальные, общехристианские, и общепланетарные. Так что, друзья, молимся, мы в нашей Церкви молимся об этом, и, вот, всем вам огласил, я уже об этом тоже, молитесь, поддержите молитвы, более подробно я опубликую и в блоге у себя, в этом архиепиши Сергею Жаулев, вот, и на Фейсбуке тоже в странице, я тоже частями опубликую как раз по этому поводу. Бумажный вариант пока нет, я эти дни предпасхальные так заработался, что у меня все осталось в черновиках, так я и не доделал. Я думаю, что после пасхальной недели, получается, да, ну, в самом конце уже апреля будет у нас это издание. Я думаю, что даже конец апреля, так называемая православная пасха, я буду еще здесь, еще в Киеве, вот, я пока точно не знаю, но предполагаю. Вот, и хочу как раз издать вот о соборе, общехристианском нашем соборе, вот, так что молюсь об этом. Да, друзья, и всех приветствую и на фейсбуке, кто подключился, сейчас я вижу, и на ютубе, братья, сестры, вечер 13 Ниссана завершения, и начало сегодня 14 Ниссана. Я хочу напомнить всем, да, значит, сегодня вечером начинается новый день, великий день великого исхода, 14 Ниссана, или же 14 Авивы, или же 14 число первого месяца, как считать, смотри, как называть, вот, и это Пасха Господня, начиная вот с этого дня, с 14 числа, и всю неделю мы празднуем Пасху Господню, Пасху Божью, вот, в традиции православной, церковной, религиозной традиции, Пасха совершается позже всегда, позже, ну, хотя, как говорят, говорят, лучше поздно, чем никогда вообще, вот, но все-таки, я придерживаюсь такого устава, что лучше все-таки, ну, я избрал держаться Господнего Слова, как вот в той песне поется, мне так нравится она, чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа, чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа, Бог сказал, я исцелен, Бог сказал, что я прощен, Бог сказал, свободен я, есть победа у меня. Я слышал рассказ, я не знаю деталей, но мне уже из двух разных источников, примерно, ну, чуть по-разному слышал рассказ истории возникновения этой песни, что одна женщина, одна, она была лидером прославления, по-моему, даже певица христианская, вот, тяжело болела, и у нее там по всем фронтам было, просто все было очень, стало плохо, и в семье, и со здоровьем, и на работе, на служении, на всем. И вот, и пришли такие слова, вот, она стала петь это, что чьим словам поверю я, или поверишь ты, я буду верить Слову Господа, чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа, вот, и она была исцелена, сверхъестественно была исцелена, вот, я такие рассказы слышал, уже, я еще детали не знаю, я, кстати, надо будет хотя бы в гугле посмотреть, наверное, эту историю, потому что уже с двух разных источников я слышал, вот, короткую и более пространную такую версию, интересно очень, вот, история многих таких помазанных песен, это история, скажу так, свидетельств, как вот эта песня, помните, да, «О благодать спасен тобой, я из пучины бед, был мертв, но чудом я живой, был слеп, но вижу свет». Аллилуйя, вот, и я прочитал этот рассказ об авторе этой песни, Ньютон, да, как тут ученый, от фамилии, получается его, да, значит, и этот Джон Ньютон христианский, автор, да, этой песни, этого гимна, умер он христианином, но поначалу его жизнь была такая, ну, такая необрезанная, халдейская, будем так говорить, вот, он занимался там, вроде как бы, работорговлей, или же, ну, на судне, по крайней мере, плыл работоргов, рабо-владельческом таком судне, вот, и они перевозили черных, продавали людей черных, где-то там, наверное, за океаном, я так подозреваю, а ему говорили, этому Ньютону, его товарищи, друзья в Англии, уже просвещенные люди, говорили ему, то чем ты занимаешься, и вообще это грех, и работорговля, это грех, человека хищничества, и, ну, он не слушал, ну, потому что от этого благосостояние его было, а здесь, когда был шторм, вдруг, на море, то народ возопил к Богу, корабельщики все, и вот эти черные, на них смотрели корабельщики, и сам Ньютон, как на просто товар, как на, ну, не до человеков, вроде как бы, звери, и человеки, ну, как бы так вот, ну, а здесь, когда они стали вопить к Богу, эти черные, он увидел, что да, все они, и черные, и белые, перед лицом беды, смерти, крушения корабля, они все вопили к Богу, как говорится, я к тревогу, так до Бога, вот, и, есть такой рассказ, я читал этот рассказ, интересно, что, прямо там на корабле, во время этого, вот, неминуемого крушения, Ньютон возопил к Богу, примерно так, заключил, завет такой, с Господом, что, попросил его о милости, для себя, и для корабля, и он пообещал, что, если жизнь его сохранится, если корабль сохранится, люди сохранятся, то, он завяжет все, с этим бизнесом, вот, и ничего общего не будет иметь, не будет иметь с работорговлей, и вдруг, о чудо, штиль на море, внезапно, хотя корабельщики, уже не первый год плавали, плавали, они понимали, что шторм еще не стихнет, вот, а у корабля шансов нет на выживание, все понимали, что это все, и конец уже, и вдруг, да, море стихло, был штиль, и корабельщики, видят в этом руку Божью, а Ньютону, и подавно, и, есть несколько версий, по одной из версий, то, первый куплет он написал, этот как раз на корабле, еще там, в море, в плавании в этом, потом они были спасены все, вот, по другой версии, он всю песню написал, вообще, все куплеты написал, на этом корабле же, вот, по крайней мере, уже с друзьями, будучи в Англии, он исполнил эту песню, и эта песня, она считается самой исполняемой за всю историю христианства, да и многие песни, можно ли при молитве использовать крестное знамение, крещенскую воду, пейте на здоровье, креститесь, если, если ваша душе, это, значит, нравится, это никакого отношения не имеет, значит, к вере, как бы, это, это вопрос вашей, вашей личной веры, есть разные традиции, христианские, еврейские, там, не знаю, какие, мусульманские, там, разные традиции есть, я лично держусь, правило, верить Божьему Слову, поэтому, стараюсь вот так вот, чьим словам поверишь ты, да, если, в моем случае, я буду верить Слову Господа, вот, и я решил, в 96-м году верить Слову Господа, когда Он развернул меня назад, Библия, назад к Слову Своему, началась, началась моя реформация, вот, которая продолжается по сей час, слава Богу, вот, так что, дамы и господа, братья и сестры, с наступающим вас уже, вот, ну, это уже все, последние минуты, и начинается уже 14-й Ниссана, вот, в начале этого праздника, что хочу сказать, вот, рассуждайте, друзья, в кругу семьи вашей, семей нашей, да, мы рассуждаем об этом, с нашими женами, детьми, внуками, родителями, у кого, кто есть, мы собираемся в домах, да, и рассуждаем, рассуждаем в церквях, в общинах наших, тоже рассуждаем, и о той, вспоминая о том великом исходе, который совершился, 3331 год назад, но и об исходе, который совершился в 30-м году нашей эры, то есть почти, два тысячелетия назад, совершился, начал свершаться, великий исход, великий выход, тогда, 3331 год назад, был Моисей, учитель, Моисей, Моисей, учитель, Моисей, как пророк, он был вождем, этого исхода, и всякий, кто поверил, Моисею, всякий, кто, еврей, нееврей, не важно, там, потому что были даже многие люди, как мы читали, да, сейчас, иноплеменные люди, так вот, даже египтяне, там, представители разных других народов, которые поверили Моисею, и совершали эту Пасху, да, вот, и совершали великий исход, вместе с народом Божьим, это был один народ Божий, из евреев и неевреев, вышедших из Египта, Бог хотел совершить вообще спасение всех, Он хочет вообще, чтобы все люди спаслись, и достигли познания истины, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, за все, благословен Бог наш, царь всей вселенной, Аллилуйя, да, друзья, вот, братья, сестры, и, ну, что скажу, у меня здесь, ну, да, вот, виноградный сок есть у меня, ну, яблочный виноградный, ну, в принципе, это виноградный тоже, вот, и маца, 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 это хлеб, бедности, да, маца, самый простой хлеб, это просто опресники, просто опресники, здесь нет, никакой закваски, вот, есть, конечно, такие языческие, оккультные традиции, там, куличей, там, всяких, там, да, ну, они более, конечно, аппетитные, более красивые, вот, но, маца, она проста, она, ну, обычно круглая делается, маца, да, ну, машинное выпекание, оно такое, квадратиками, вот, но, маца, она, это опресник, это опресник, в чем символизм, да, написано, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, маца сравнивается с чем? С чистотой, и с истиной, со святостью, вот, а поднявшееся тесто, у меня нет куличей здесь, значит, ну, я сегодня был там, а, вчера еще был тоже на рынке, на, на лесовой, на рынок, заходил, там уже куличи продают, уже, конечно, красивые такие, да, там, посмотришь, да, красивые, ну, и дорогие, ничего, все думают, и по 100 гривен, и больше, там, простые, вроде, не такие большие куличи, но, такие, вот, и, а есть вообще там большие, на заказ куличи, они вообще дорогие, но, но, конечно, и вкусно пахнут, проходишь там целый ряд этих куличей уже стоит, думаешь, надо же, ну, да, и вкусно пахнут, все, но, друзья, а это, ну, запах, ну, просто тесто, здесь же ничего нет, мука и вода, и выпекается очень быстро, в течение трех минут, вся, вся процедура-то, значит, и выпечения этой мацы, да, значит, очень быстро все выпекается, вот, никакого нет брожения, даже, даже нет намека на брожение, то есть, даже не успевает, то есть, только мы воду вливаем, замешиваем, и тут же выпекает ее, все, вот такая процедура выпечения мацы, вот, и, что, скажу, но, это великий знак, потому что закваска, вообще, как таковая, да, ну, как сейчас говорят, дрожжи, или вообще закваска, как таковая, она, в Библии, это символ, библейский символ порока, лукавства, греха, вот, Иисус недаром, он предостерегал своих учеников, беречься закваски, фарисейской, саддукейской, иродовой, он говорил, да, вот, и, то есть, это закваска греха именно, лицемерия, которая есть лицемерия, и фарисейская закваска, это имелось ввиду, чисто религиозная лицемерия, саддукейская, это, религиозно-политическая, или политико-религиозная лицемерия, вот, а иродовая закваска, это чистое уже политическое лицемерие, то есть, вот эти три вида закваски, религиозная, религиозно-политическое и чисто политическое. Вот эти три вида закваски, они действительно, согласно словам Иисуса, представляют из себя угрозу для Царства Божьего. И эти три вида закваски, они, собственно, и убивают тело Христова уже на протяжении двух тысяч лет без малого. Ну да, потому что еще во втором-третьем столетии уже некоторые дрожжи дали о себе знать, будем так говорить. А с четвертого столетия, когда со времени этого великого антихриста, императора Константина и его матушки Елены, вот эти два антихриста, с них началась такая катавасия, когда и религиозная, и религиозно-политическая, и политическая закваска стала просто массово распространяться, очень быстро стала распространяться, знаете ли. Вот, как, допустим, закваска в холоде, она мало распространяется, да. Но если она в тепло попадает, то очень быстро начинает, да. Вот тепло, влажность, тепло, значит, и закваска очень быстро распространяется. Как грибок, плесень какой-то, не знаю. И, значит, и с начала четвертого столетия тело Христова попало в такие условия, где распространение этого лицемерия религиозного, религиозно-политического и политического стало просто, ну, это как в некоторых, в южных странах, допустим, да, любой порез, и тут же инфекция какая-то начинается, да, вот, значит, а в северных странах там, значит, наоборот, бывает, что и режешься, и колешься, и как бы, и особенно не гниешь, вот, значит, а в южных странах там порой И вот в теле Христа стали распространяться вот эти вот закваска фарисейская, садукейская, иродова, вот, и это с 4-го столетия, а в 5-м столетии это уже стало уже на самом высоком уровне уже религиозно-политическом. Вот, в 6-м столетии это было уже даже канонизировано, будем так говорить, да, при Истиняне и Феодоре, значит, этих тоже, те еще были антихристы, вот, а уже с середины 9-го столетия, с 843-го года и до 1517-го наступила эпоха великой деформации, заквашивания всего тела Христа. Метастазы греха, лицемерия, лукавства, порока, они распространились по всему телу Христа. Конечно, в каждом поколении сохранялся остаток, безусловно, верующие, любящие Господа люди. В любой конфессии, динаминации, религии, организации есть разные люди, вот, человеческий фактор, как говорится, да, значит. Но, дамы и господа, братья и сестры, на смену эпохе великой деформации, вот этого заквашивания всего тела грехом, пороком и лукавством, 5 столетий тому назад пришла эпоха великой реформации. То есть, очищение закваски этой, освобождение от закваски этой фарисейской, саддукейской и иродовой, освобождение от закваски порока, лукавства, греха, лицемерия, от закваски религиозной, религиозно-политической и политической закваски. Слава тебе, Господи! Особенно на протяжении последнего столетия, это процесс очень большой такой, очень глубинный процесс, слава Богу! Мы живем в эпоху великой реформации, великого обновления тела Христова, то есть покаяния, восстановления. Отчистите старую закваску вашу, да, говорит Павел, интересно, очистить закваску по-человечески невозможно, но невозможным человеком возможно Богу. С Богом же все возможно, друзья мои, слава Богу, с Богом все возможно, и в Боге все, все, абсолютно все возможно. Да, мои господа, братья и сестры, удивительно, но я молюсь о том сегодня, этим вечером, в начале нового дня, в начале 14-го Ниссана, молюсь о том, чтобы Бог из кулича нашей греховности, порочности, гордыни, сделал мацу своей праведности. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Благодарю тебя, мой Бог и Царь, великий Государь! Благодарю тебя, Господь! Слава тебе! Слава! Слава Агнцу Божьему! Аллилуйя! Наша Пасха, Христос! Слава! Слава! Агнцу Божьему! Возвеличен ты! Достоин славы всей! Велик наш Бог на троне, поем тебе хвалу из сердца своего, велик и славен наш Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе! Ты наша Пасха! Наша Пасха, Христос Иисус! Агнец, закланный! Закланный в нашем временном измерении, в нашем временном мире, почти две тысячи лет назад. Но есть великая тайна, она в Библии раскрывается понемногу нам. Агнец от века заклан. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо! Спасибо! Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенный! Давши нам хлеб из земли! Аминь! И давши нам хлеб с небес Иисуса Христа, праведника! Аллилуйя! Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенный! Давши нам плод виноградной лозы! И давши нам плод небесной лозы! Благодарю Тебя за лозу земную, а наипаче, благодарю Тебя за лозу небесную Твою! О, великий виноградарь! Благословен Ты и благословено имя Твое! Благословено Царство, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне всегда и во веки веков! Аминь! Миром Господу помолимся! Господи, слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Благословен Господь! Братья и сестры, сегодня вкушаем мацу, сегодня вечером начинаем есть мацу и все, отказываемся от квасного. И самое еще важное в этом всем, что всякая закваска из нас удаляется, всякая квасная из нас удаляется, из нашего разума, всякая квасная. Всякая закваска лицемерия, всякая закваска греха, все. Когда седр совершаем, завтра буду говорить об этом как раз, вот, на седр-пасах, вот, и то поднимаем мы бокалы, да, и поднимаем тосты. Первый тост, первый бокал мы всегда поднимаем на пасхальном седре, он означает то, что мы вышли из Египта. То, что, да, мы вышли из Египта. Потом второй бокал, вы призываете христиан в еврейство, зачем? Ни евреев, не призывая в христианство, ни христиан в еврейство, зачем нам это? Роман, вы, наверное, не так что поняли. Вот, и я поясняю сейчас. На пасхальном седре мы действительно вспоминаем то, что мы не рабы, рабы не мы. И первый тост мы поднимаем в знак того, что мы вышли из Египта. А второй тост, он означает, что Египет вышел из нас. Мы не рабы, рабы не мы. Потом едим мы мясо, горькие травы, все. Вот, с мацой, да, значит, а еще перед тем, значит, такое священодействие есть удивительное. Три листа мацы и средний лист мы разламываем, средний лист мацы разламываем и убираем часть мацы, так называемый афикаман. Вот, значит, тот, кто должен прийти, веря, что это идет речь о теле Христа, вот, о машеахе самом. Вот, и третий бокал, потом, третий тост, он на пасхальном седре, он пьется за чудеса и знамения. Воспоминания чудес и знамений, которые Бог совершал во время Великого Исхода. В Библии об этом как раз подробно рассказывается. Потом четвертый тост, четвертый бокал по ходу пасхального седра всегда поднимается в знак того, что Бог нас принял детьми своими. И мы, выйдя из-под подданства фараона, да, из его царства, где он царь, мы вошли в другое царство. И великая тайна в том, что быть свободным означает по-настоящему быть рабом Бога. Быть в его царстве, быть в нем, быть, пребывать в нем, аллилуйя. Были в фараоне, стали в Боге. И здесь фараон Господь, здесь Господь Бог Господь, аллилуйя. Два разных царства, царство тьмы и царство света. Вот, и поэтому четвертый тост, это как бы Бога усыновления. Вот, пятый бокал в традиции еврейской, современной, допустим, да, вот, он наливается, но не пьется. И раньше он тоже не пился никогда. Вот, но, сказано Павлу, что нам надо делать, потому что говорится, что и сами евреи не могли нести того, что мы. А Роман переживает по поводу закона. Не, если вам тяжело это все слушать, как бы, ну, это, может, это не для вас, может быть, тогда что-то другое найдите себе. Вот, но вообще празднование Пасхи для меня это не тягостно, для меня это не обязаловка, не знаю, для меня это радость, для меня это благодать, для меня это великая честь. Ну, вы, видимо, Роман еще все-таки под законом, раз вы тяготитесь этим всем. Потому что, если человек в благодати, он, нет проблем абсолютно. То есть, в благодати, когда человек по-настоящему в благодати, в благодати Христа, в благодати Машеха, то тогда, ну, я, значит, совершенно, значит, ну, как бы не под законом, я не, значит, но не обрезанным нельзя, или смерть, да, вот я как раз об этом и говорил тоже, что не обрезанным нельзя есть, и не обрезанным, лучше этот эфир не слушать вообще даже, не обрезанным. А если не обрезанным, то прямо сейчас обрежьтесь, каким образом? Призовите имя Христа, призовите имя Господа, потому что обрезание Христово – это реальность. И физическим обрезанием, обрезанным быть, это ничего не дает. Согласно уже Новому Завету, значит, то это обрезание, ну, нет, если Роману это важно, как бы, услышать, то, конечно, да, тогда, значит, да. Вот и Саша тоже здесь, Ершов, да, просите миру Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствия в чертогах твоих, ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе ради дома Господа. Аллилуйя, аллилуйя. Вот, и пятый бокал, он во времена храма, да и сейчас в традиционном ситуации, в этой синагоге, да, он не пьется, пятый бокал наливается. Вот, во времена храма, он второго храма назывался бокалом Машиаха, считался бокалом Христа. Считали, что этот бокал должен поднять сам, этот тост последний, пятый, должен совершить сам Машиах однажды, и начало своего царства, королевства должен объявить. Вот, в средние века эту идею немного видоизменили, и сейчас, значит, в общем-то, этот бокал пятый обычно называют Чашей Ильи, Ильяху. И считается, что стоим в свободе, которую даровал нам Христос. Аминь, 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 только так, аминь. И этот бокал сейчас называют бокалом Ильи. Считается, что Илья, он, значит, должен поднять этот бокал однажды и царство Христа объявить открытым уже. Но представьте, что творилось тогда, почти 2000 лет назад, на том последнем пасхальном еврейском седоре Ветхого Завета, и уже первым Нового Завета. Поэтому то, что я сейчас рассказываю, это не Ветхий Завет, это Новый Завет. Это Новый Завет. Потому что до Иисуса, до Ишуа, никто никогда этот пятый бокал не поднимал вообще. Вот, он считался бокалом Машиаха. И когда Ишуа поднял этот бокал, он тем самым провозгласил, как бы, да, он тем самым явно показал, как бы, все карты открыл уже, все, явно показал, что он и есть Христос, он и есть Машиах. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Вот, и, друзья, братья, сестры, все, и кто на Фейсбуке сейчас вот, кто-то есть, да, и на Ютубе, братья и сестры, кто подключился. Благословение всем вам, дорогие друзья, благословляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.